Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас в программе Очевидец Очень интересный человек, редкий для Латвии Поскольку у нас вообще мало таких Выдающихся спортсменов И Владимира Шестакова Который сегодня у нас в студии присутствует Мы обрели вот совершенно неожиданно И обрели мы его уже почти 15 лет назад Потому что он приехал в Латвию по бизнесу А вообще мы перед собой видим Серебряного призера Олимпийских игр в Сеуле По дзюдо И легендарного человека вообще в этом виде спорта Который многие годы в Латвии работает Занимается бизнесом И кроме того поддерживает спорт В частности дзюдо И сегодня наша тема Это Олимпиада, дзюдо и лидо Потому что последние, наверное, лет 10 Жизнь Владимира Шестакова Связана и с этой крупной сетью Общественного питания Которую в Латвии знают абсолютно все Итак, Владимир В 2005 году вы появились в Латвии И вот что было для вас Таким мотиватором выбрать Именно Латвию Как страну, где вы собираетесь Жить, работать, развивать спорт Добрый день, уважаемые радиослушатели Конечно, это такой большой сюрприз Что я сегодня здесь оказался Я вот вспоминаю, что я последний раз был, наверное, на телевидении На радио лет 10 назад, если не больше Оно, наверное, было 10, потому что мы здесь Организовали международные турниры Golden Score Такие по необычным правилам подзюдо Тогда мы как-то встречались Если сказать причину моего появления в Латвии Ну, наверное, знаете как Я с 2000 года по 2004 целый олимпийский цикл возглавлял Федерацию дзюдо России Был старшим тренером сборной команды России Мы там, в общем-то, завоевали довольно много всяких медалей Но какой-то захотелось перемен в жизни И в первую очередь, наверное, в России в то время Ну и, наверное, сейчас Очень трудно было планировать жизнь в длинную, на долгую Как-то захотелось более, наверное, спокойной жизни Потому что все это связано со спортом Особенно в то время, те 4 года, которые я провел Я был 4 года вице-президентом Федерации дзюдо России 4 года возглавлял федерацию Это практически большая страна Все время самолеты, поезда Довольно сложной была такая жизнь И поэтому на каком-то этапе захотелось каких-то перемен Меня позвал мой друг Вадим С которым я долгое время был в сборной команде Советского Союза Я приехал, остался, построил дом в Рага Цимс И, в общем, уже здесь прожил 15 лет Клуб организовали, лидо-дзюдо И скажу, что мне здесь очень нравится Я, в общем, полюбил эту страну Латвию И здесь мне очень комфортно жить И вот как-то начал бизнесом заниматься и так далее А почему все-таки вот эта тема спорта, она вас не оставляет? Ведь вы не очень хотели быть руководителем федерации в свое время То есть вас уговорили Если не ты, то кто же? То есть вот мотивация была такая, может быть, ну, из старых времен, да? То есть такая моральная мотивация Ну да, я, в общем-то, не функционер по своему характеру Я такой довольно человек мягкий Я больше тренер Мне больше нравится заниматься с детьми на ковре Больше тренировать, видеть ребят в глаза, когда они побеждают Переживаясь с ними, когда они проигрывают И, конечно, вот функционирование вот это Особенно в России управлять общественной организацией довольно сложно Там нужно учитывать все политические волны Кто что сказал Это довольно сложно И поэтому вот сказать, чтобы я хотел быть функционером, все же нет Для меня как-то вот больше-больше нравится там Заниматься чем-то самореализацией, бизнес Что-то где-то научиться зарабатывать деньги там и так далее Это для меня больше подходит по моему характеру Ну, в Латвии все-таки вы все равно вклинились в эту общественную деятельность Все равно вклинились в работу федерации дзюдо И даже финансировали ее довольно-таки длительное время Почему? Ну, не склинился Я, в общем-то, знаете, не хотел дзюдо здесь заниматься Я пришел уже начал к бизнесам Туда как-то начали мы что-то развивать И потом как-то мне все равно осталось в голове, что я должен дзюдо сделать Я пришел тогда к Гундару Кирсону, руководителю компании Лидо Мы с ним переговорили Он в прошлом тоже занимался борьбой самбо И поэтому у него тоже есть борцовские какие-то навыки и характер Я его сумел уговорить создать клуб Потом мы пригласили Александра Искевича Александра Искевича из Бельгии В общем-то, человека, который вырос, состоялся как спортсмен именно в Риге Он здесь тоже как бы продолжал традиции Мы его, в общем-то, сумели привлечь Он 8 лет у нас в клубе отработал И он отработал в федерации А так получилось, что 4 года мы отработали в клубе Потом аппетит приходит во время еды Думаешь, а почему бы и давайте в федерацию возьмем Сделаем что-нибудь такое глобальное Сможем ли мы тут взять какие-то медали на Олимпийских играх И мы пошли на выборы на федерацию В общем-то, предложили кандидатуру Гуннера Кирсона Кирсон возглавил федерацию Мы с Сашей остались в руководстве В основном спортивной частью занимался Саша Моя задача была найти финансирование под это И, конечно, помочь в организации всей этой бизнес-структуры И я скажу, что, наверное, ну и сегодня признают все специалисты Что это было лучшее время для латвийского дзюдо Все же 4 человека отобрались на Олимпийские игры в Лондон 4 человека К сожалению, мы не смогли там взять медаль Ну, наверное, вот это было такой вершиной Потом мы... Ну, Гуннер как бы отошел немножко от дзюдо У него тоже... И он же человек бизнеса Он начал работать Потом у него появился еще хоккей Он же очень увлеченный человек, он начал развивать хоккей Ну, и мы остались так как в клубе А Саша, отработав 8 лет 8 лет уехал в Бельгию Он сегодня возглавляет спортивную комиссию в Европейском союзе дзюдо Он все равно поднялся И мы ему дали толчок для того, чтобы он из одной формы Он же был тренером в Бельгии Перешел в другую, функционером стал Владимир, ну, считается, что Латвия такая маленькая страна И в большом спорте имеет значение, наверное, масштаб населения и масштаб страны То есть из чего выбрать Вот дзюдо это какой-то не характерный пример в спорте Когда масштаб страны не сильно влияет Не так сильно влияет на возможность найти вот этих звезд Которые могли бы стать олимпийскими чемпионами Или же сама методика подготовки Вот в локальном масштабе может принести очень большие результаты Если реально вот высокие профессионалы Такие, как вы или Яцкевич Занимаются молодым поколением Я абсолютно убежден, что может Потому что наш вид спорта Это индивидуальный вид спорта И, конечно, один человек выходит против него Именно один человек Это не команда Команда, конечно, сложнее создать Но в то же время в Латвии Большие традиции хоккея, баскетбола, волейбола И мы это все знаем Но в то же время еще и дзюдо Оно всегда имело традиции в Латвии Это начиная с Токмакова, Филимонов, Бондаренки Это много спортсменов, которые были старшие-старшие поколения Они же все дзюдо образовалось из самбо Мы все пришли из самбо, из советского вида спорта Они создали эти традиции И когда мы уже приехали сюда Здесь эти традиции не были потеряны Благодаря и Баскину Олегу, который сумел сохранить Когда вот развалилась весь Советский Союз Он сумел сохранить эти традиции И Всеволоду Зеленому, который медаль принес Уже независимой Латвии Хотя эти все медали, они все же были в основе такой советской системы Когда были у нас общества Как ее республики, спартакиады проводились Она еще все же медаль основана в том времени На тех дрожжах выросли Да, на тех дрожжах Но традиции, которые борцовские, они здесь были Ветераны собираются И это очень важно, когда мы пришли и начали продолжать эти традиции Традиции очень важны Ну, между прочим, вот в вашей личной жизни Вы же из маленькой деревни выросли, да? То есть появился один энтузиаст в этой деревне Куэда Или Куэда, как правильно, да? И вот он собрал около себя мальчишек И фактически эта школа маленькая стала кузницей чемпионов на самом деле То есть реально личность имеет такое значение в истории? Личность имеет значение И я говорю, что действительно здесь можно поднять этот вид спорта, борьбу У меня, конечно, я так думаю, что у меня, наверное, не все получилось здесь Только потому, что я впервые, вот впервые в своей жизни Все же мне уже почти 60 Впервые столкнулся с тем, что мне не удалось в Латвии объединить всех Вот все клубы Мне уже потом тысячу раз говорили, что люди все же Латвии это такие Которые немножко очень трудно По хуторам По хуторам, да, по хуторам Может быть это та причина, почему ковид Латвии не захватывает Потому что все по хуторам И объединить очень сложно Очень сложно объединить их как-то вот в коллектив Одному сделать дело, допустим, медаль олимпийскую Принести одному тренеру, спортсмену Очень сложно Это нужно быть, я не знаю, такой какой-то гениальный человек Который вот родился там, я не знаю, как Фелпс Который вот столько данных А так все должно быть совокупно Олимпийский комитет, федерация, клубы Они должны объединиться, чтобы эту медаль принести Сегодня, к сожалению, и вот на протяжении этого времени Все же в этом году клубу нашему Лидо 15 лет И мы пытаемся, пытаемся Как-то вот Опять отобраться на Олимпиаду Но все это как-то вот касается только Вот Я не знаю, там Только задач одного клуба Если мы не объединимся, ничего не будет, не получается Вот я сколько ни пытался Я привозил тренера из-за границы Ставил его, хорошего тренера Который воспитал чемпионов мира, Европы Я привозил сюда, говорю, ребята, давайте все вместе А никто не приходит на тренировку И тренер стоит один Не приходит Потом мы организовали Мы шесть турниров Экстраклассы организовали Куда звезды приезжали А было доходило до того, что Просто местные тренеры Запрещали своим спортсменам участвовать в этих соревнованиях Представляете, это был для меня Как бы вот такой вызов Для меня это было вообще необычно Странно, очень странно Я не думал, как это вообще возможно И вот надо сказать, что, наверное, это самая главная задача Понятно, что сегодня не хватает финансирования И там еще чего-то Но я вот глубоко убежден, что деньги Не являются главной причиной Почему у нас не получается Все же объединение усилий всех Это главное Традиции здесь есть Люди здесь есть Но все сами по себе Вот проблема И у меня, к сожалению, не получилось Мне впервые, чтобы я в дзюдо Чтобы как бы у меня не получилось Мне впервые я в Латвию приехал И не смог объединить Даже в том числе Яцкевича Звезда-звезда Трехкрасный чемпион Европы Лучший дзюдоист Был планеты признан Представляете, там Пока он у нас работал Он возглавлял федерацию Создали какой-то сайт На этом сайте начали его поливать Грязью И это для меня было таким Откровением Я думаю, ну кто Такой анонимный сайт И начали вот его поливать Во всем он виноват Знаете, не знаю Вот не могу определить И поэтому, честно говоря Иногда даже руки опускаются Как это? Клуб-то ладно Дети тренируются Родители рады Может быть это просто конкуренция За вот За этих самых детей Ну Облить грязью там Условно Тренера звездного Для того, чтобы к нему не уходили А тренировались Это в том числе Это в том числе Но ведь это среда Знаете, я поэтому и говорю Что Как у этого тренера Объединить Привести его в какой-то Вот, чтобы на общую задачу Поработать Ну, вот не получилось Не получилось И познакомившись с Гуннером Кирсенсом По спорту Вы как-то Ну Включились и в его Ну, непосредственную деятельность Да То есть Мы знаем И Я с вами знакома с 2000 Там Примерно 2012 года Да И тогда Вот как раз Лидо переживало Такие тяжелые времена Когда Он Предприятие было На грани банкротства Банк требовал Ну, фактически От И владельца Заплатить по обязательствам Поскольку он был гарантом По обязательствам предприятия Вот И тогда Именно вы Почему-то Пришли на помощь Этой компании И Много сделали Для того Чтобы фактически Эта компания Продолжала существовать И сейчас Почему вы это сделали Ну, во-первых Я Гуннера Очень давно знаю Я его знал До того Как сюда приехал Мы приезжали Мы всегда восхищались Тем, как он работает Мы всегда Завидывали Надо же Вот Сколько в человеке энергии Да Который Вот Заводы строит Там Потом Это Бестро организовал Мы Всегда приезжали Думали Надо это у нас сделать Там в России Тогда я еще жил В Перми Потом в Рязани И Вот его энергия Она настолько Как бы была созидательная И он столько всего Это делал Поэтому Когда я сюда приехал И как-то мы начали Что-то здесь делать И у Гуннера Возникли проблемы У меня даже не было Никаких Никаких Сомнений в том Ему надо Ему надо Помогать Ему надо помочь Да Более того Когда у меня же Компания в России Она вместе с братом И когда мы Вот у Гуннера Эта вся ситуация случилась С неплатежеспособностью Там эти заводы Там он Кирсона Мой же Там строил Там в Мадонском районе Когда Гуннер Ко мне обратился Мы пошли с ним вместе В банк Мы послушали Послушали в банке И вышли Я говорю Гуннер Ну у тебя совсем нет позиций Там в банке Ну наверное сейчас нельзя участвовать Он говорит Володя помоги Я поехал Нашел деньги Практически за несколько дней Мы решили этот вопрос Финансовый Помог ему Я помог ему как другу Более того Я пошел против мнения Своего брата Своего акционера Который сказал Нельзя Как бы по финансовой составляющей По закону бизнеса Туда нельзя входить Потому что там яма Брат был прав Но мы в этой ситуации Пошли как бы Вот по принципу Все же дружбы И я скажу Что вот Я всегда восхищался Тем моментом Когда в 11-м году Гуннер вышел Из этой тяжелейшей Ситуации Следу Из неплатижеспособности Как достойно он себя вел Как он этот самый Сел Сидел С утра до вечера Был на работе Все Участвовал Во всех процессах Большую роль Конечно здесь сыграла И Валерия Гапоненко Которая занималась Реструктуризацией Все этой задолженности И вот так вот Мы все вместе Этот тяжелый период Прошли Я вот восхищался И восхищаюсь Тем временем Как Гуннер Эта тяжелая ситуация Прошел Не каждому дано Пройти вот эту Неплатижеспособность Которую Гуннер прошел В то время Ему уже было Измените Сколько это было 11-й или 12-й год Да Сегодня Ну это 10 лет назад Ну вы представляете Так сейчас Это ему было Под 60 Дело жизни его Да это дело жизни Ну было его Дикое тяжелое время Ну банк Он согласился На то чтобы Эта Реструктуризация Прошла с вашей помощью Или Банк нас не признавал Там во первых Я не буду сейчас говорить Фамилии Там же не Ани один был Как бы Кредитору Гуннера Там еще были люди Местные Банк согласился Он признал Может быть не все Но какие-то наши Задолженности Но как бы вот Оставил нас за пределами Какого-то обеспечения То есть мы были Такие необеспеченные Кредиторы Через какое-то время Потом То есть давая денег Деньги вы не имели Никакого залога Не имели Мы практически Имели только слово Гуннера Да Только слово Гуннера В то время А так бывает Да Под честное слово Еще дают деньги У нас То время так было Да Ну вот Действительно Мы пошли Так бывает Наверное Может быть раньше было Сейчас Как-то сложнее Конечно Сейчас сложнее Сейчас и уже денег Таких свободных Меньше Потому что Раньше все же Раньше все же Гуннер Затем Затем Так, все начиналось с какого-то такого дружеского партнерства, но сейчас мы видим, что по документам вы уже являетесь совладельцем компании Лидо. Как это произошло, что вы из просто какого-то кредитора остались? Ну там, во-первых, вот это в 2011 году, когда реструктуризация происходила и банк нас не признавал, он все же нас оставил как бы в кредиторах за пределами обеспечения. И надо отдать должное Гундуру, который настоял, чтобы нас признали. Все же я еще раз говорю нас, потому что кроме меня там еще необеспеченные кредиторы. Потом, через какое-то время, знаете, как мы в кредиторах были, нас ввели в привилегированные акционеры. Мы стали привилегированными акционерами, чтобы все же в балансах нашу кредиторскую задолженность каким-то образом убрать, легче было нас перевести, чтобы более-менее компания выглядела лучше, мы зашли как бы в акционеры. То есть фактически была произведена капитализация каких-то требований? Да, капитализация требований произошла, мы стали привилегированными акционерами, там получали какие-то небольшие эти самые дивиденды в виде каких-то небольших денег, я сразу скажу. Потом, когда возникла идея захода на немецкий рынок, и конечно пришел большой-большой бизнес-план, там было все, и нам, я говорю, компании Лиду не хватало финансирования. И по той вообще как бы отчетности банк не мог нам дать дополнительный кредит для того, чтобы мы зашли в Германию. И тогда возникла идея, чтобы я зашел в акционеры компании. И таким образом я стал акционером, мы ушли от этих всех кредиторских задолженностей, выровняли балансы, банк начал финансировать Германию. То есть предоставил дополнительные кредиты? Да, дополнительное финансирование, мы зашли, банк начал финансировать проект, к сожалению, проект не пошел так, как мы рассчитывали, эти бизнес-планы, которые у нас были, они не сработали так, как хотелось бы. И в результате вот этой всей ситуации у нас там, конечно, не все получилось так, как мы хотели. А я остался акционером, вот как бы внутри компании. Ну мы видим опять-таки по документам, что происходит изменение в структуре компании. Первоначально вы были в совете, а потом вы вышли из этого совета где-то пару лет назад. Почему такое решение было принято? Ведь, ну, член совета, он как бы, может быть, имеет больше прав, чем просто акционер. Ну, учитывая, что мою долю в предприятии, она приблизительно 30%, чуть больше, да, естественно, во-первых, создание акционерного общества, это было решение банка. Банк настоял на том, что это было не просто предприятие одного человека, это было акционерное общество. И в соответствии с долевым участием мне принадлежало из трех голосов только одно. В общем-то, я вошел действительно в совет для того, чтобы более понимать, как это предприятие работает, как можно влиять на те или другие процессы. Хотя, в принципе, в принципе, конечно, акционеры не должны участвовать в оперативной работе. Это одно из правил акционерного общества. Но вот на первом этапе я был в совете, а потом я вышел. Именно, знаете, с чем связано? Это связано с тем, что мне довольно сложно было с Гуннером работать, потому что Гуннер, он человек очень такой, как вам сказать, креативный, да, и какие-то вещи, а я более такой приземленный. И у меня как бы четко есть система, я должен понимать, как должно работать, все запланировать и все по плану. Все по плану. Вот план такой есть, мы план должны выдержать. Ну, это, кстати, наверное, ваше образование. Вы же получили финансовое образование серьезное. Я один из немногих, который, в общем-то, после спорта в 37 лет поступил в академию. Закончил Московскую академию внешней торговли. Мне, конечно, это на английском языке, тем более, это было очень трудно. У меня такой опыт, я его закончил. Конечно, образование, опыт моей предыдущей деятельности как бы не позволял мне какие-то немножко делать вот такие шаги. У меня четкий был план. Если у нас есть план, мы его, бюджет, мы его утверждаем, мы должны четко идти по этому пути. Гуннер немножко относится к жизни по-другому. И когда мы с ним сидели, на совете обсуждали, я довольно часто ему уступал, и поэтому я понял, что мне, наверное, в совете быть нельзя. Нужен просто технический работник, который должен в совете утверждать бюджеты и четко следовать этой работе. Поэтому я из совета ушел. Более того, я глубоко убежден, что акционеры не должны присутствовать ни в совете, ни в правлении. А это должно быть акционерное общество, оно должно работать по законам акционерного общества. И благо, что Гуннер меня услышал, уже вот в этом году сейчас Гуннер тоже ушел из совета, и сегодня пришло уже профессиональный совет, надеюсь, профессиональный совет, который будет уже работать не в интересах акционеров, а в интересах компаний. И я вот буквально же недавно полностью Гуннер ушел из совета, остался там профессиональный совет, там пришел, значит, Блумберг, Мариус, Гринберг и Олеся Сергеева, которые с моей стороны. И они уже, очень надеюсь, что будут работать, вот как акционерное общество должно работать. Но мы еще по старинке считаем, что все-таки личное присутствие основателя в предприятии, оно придает ему какую-то такую повышенную ценность. Что вот это вот все-таки реализация личности в бизнесе, она важна. Это как свеча, которая освещает вот темное пространство, если есть свеча, значит, все будет происходить. А когда приходят такие сухие бухгалтеры, то они могут вообще все разрушить. Вот где есть баланс между эмоциональным, творческим началом и таким вот экономическим, строгим, сухим, циферным? Ну, во-первых, для управления компанией существует бюджет. Бюджет – это основа основ. Основной документ компании – это бюджет. Бюджет, который на 3, на 5 лет, на 10 лет, это говорит о том, полностью он запрограммированное развитие компании. Как мы должны двигаться? Это практически дорога, по которой мы должны идти. И в этой ситуации, конечно, роль личности в истории никто не отменяет. Но сегодня компании 32 года. Вы про Лидо говорите? Да, мы про Лидо говорим. Учитывая, что я вот как клубу сказал 15, то и я в компании Лидо присутствую в каком-то, в разных видах, то уже половина практически, 15 лет. Я глубоко убежден, что и мне, и Гуннеру уже нужно отойти, быть просто акционерами, сформировать направление, сказать, как это должно работать, контролировать выполнение, но не участвовать в оперативной работе. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Надевайте наушники, Владимир. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да. Возможно, Владимир меня вспомнит, а это звонит Артур Григорьев. Я когда-то как раз-таки занимался в клубе Лидо, воспитанник Андрея Рудника. Очень приятно слышать знакомые голоса. В принципе, я с Владимиром хотел согласиться по поводу дзюдо темы, что почему, возможно, не удается достичь более высоких побед, это то, что в Латвии, к сожалению, мало кто хочет объединиться для одной общей цели. И это ощущается, потому что я тоже помогал отцу в создании клуба и поддержании, и я это тоже проблемой ощущаю. Хотел спросить, Владимир, как он думает, что следует предпринять, возможно, тренерам, федерации, чтобы эту проблему решить? Спасибо. Спасибо вам. Ну, если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы, наверное, давно уже его сделал, потому что я пытался разными способами объединить всех, даже на базе своего клуба Лидо, чтобы люди приходили, бесплатно тренировались там. Но вот не получается, не получается. То есть клуб Лидо сегодня это только вы, да, Владимир? Нет, это тренеры, у нас есть спортивный директор. Я имею в виду, что Гуннер не участвует там в его деятельности. Знаете, Гуннер, он же сам по духу-то, в общем-то, спортсмен и по духу, он дзюдоист, но он вот на каком-то этапе, он тихонечко отошел, он увлекся очень хоккеем, он начал развивать хоккей, они добились каких-то результатов. У него он очень обожает своего внука и вокруг внука создал эту команду. Потом как-то этот клуб закончил свое, а Лидо-то оно как клуб дзюдо продолжается, уже 15 лет. И поэтому сегодня как-то мне не очень удается, я Гуннера даже привлекаю, у нас вот в прошлом году был мальчик, занял бронзовую медаль на чемпионате Европы. Я приглашаю Гуннера, приди, он все время под каким-то предлогом не ходит. Ну, мне как-то не очень, это самое удобное, я его вроде приглашаю, он не приходит, приглашаю. Ну, вот, кстати, Владимир, бронзовая медаль на чемпионате Европы, но вы почувствовали, что вот страна как-то отозвалась на эту победу, ну, как-то поздравила вас, отдала честь, что ли, вот за такое достижение? Я вам скажу нет, потому что вот мне, да, учитывая, что я же занимаюсь бизнесом, если бы мне хотя бы иногда там взяли, там, спасибо сказали, да, я еще мог три раза, четыре раза больше сделать. Понимаете, они все как-то вот, вот это опять ментальность местная, я не знаю, почему это происходит. Чем вроде мы чего-то там добиваемся, и это стараются настолько как бы вот забыть и не показать. Загасить? Вот зачем, загасить, да, вот почему, не знаю, не знаю. Я же говорю, вот Артур, что я хорошо его помню, в парке Бороса очень хорошо, Артур, молодец. Ну, и Андрей Рудник, он же у нас проработал очень долго, и к Андрею я очень хорошо отношусь. Ну, вот у нас проблемы есть, знаете, вот по клубу, я скажу. Многие тренеры, у нас же клубов было 15, когда Лидо образовалось, сегодня больше 30, и из них почти половина выходца из Лидо. Все тренеры работали, что-то добивается, уходит в отдельное. Своё создаёт. Потому что, видите, как у меня одно из требований, которое мне Гуннер сказал, чтобы отчётность, финансы была, всё по плану. Мы не должны получать на руки деньги, мы должны всё через банковскую проводить. И для меня это, я любого спортивного директора ставлю, я требую, чтобы вся отчётность была официальной. А люди уходят, тренеры, потому что они понимают, налоги платить не хотят. Хотят вот такой мешничковый клубик, да, где он может с родителя взять деньги. Ну, это как бы, знаете, вот в местном уровне хорошо, да, тренер может больше там получить, и мне с этим бороться невозможно. Но сделать глобальное, что-то глобальное, невозможно, невозможно одному тренеру сделать. Потому что тренер даже уедет на соревнования, кто-то его должен заменять. В системе это можно сделать. Ну, я думаю, что сегодня два клуба, которые могут это сделать. Это вот клуб у Севода Зелёного, там наш клуб Лидо, ну, там ещё какие-то появляются. А там в основном это все такие маленькие частные клубы карманные, которые, к сожалению, ну, трудно им поставить задачу такую глобальную. Они здесь можно, ну, вот они получают деньги с родителей, и слава богу. А воспроизводство методики можно обеспечить вот в таких условиях? Ведь это же, ну, вы воспитанник советской школы, да, какой-то методика была создана тогда, и… Методик, вы поймите, мы все выходцы из борьбы с самбо. Мы все вышли из национальной. Так вот, все тренеры, которые бывшие, советские тренеры, выходцы из самбо, они все профессора. Они заканчивали академию, заканчивали докторские диссертации. Это все, как бы, Чумаков, Харлампев, Ощепков, основоположников, они все были высокообразованные люди. Эти все академики на уровне академиков, понимаете? То есть они не просто умели натаскивать ребят, но они знали, как бы, и психологию, и физиологию, и… Сегодня с распадом Советского Союза мы взяли этот самый самбо, забыли. Мы говорим дзюдо, у нас есть японская методика. Сегодня тренер приходит, набрав японских этих самых терминов, ну, это, да, вот, брошюрки сейчас, они везде есть. И вот они по этой методике, там, учимата, там, всякое-то японское. Я прихожу на тренировку, смотрю, и не могу понять, что они делают. Я так спрашиваю, слушай, а что такое делать, а как это самое возможно, да? А он мне начинает японские эти, я самих японских этих не знаю, хотя я в Японии прожил очень много, когда мы там тренировались и готовились. И я не могу понять, потому что, понимаете, пройти просто вот эту азбуку, да, и потом не научить их бороться, ребят, а в основном дзюдо это для мальчиков, все равно мальчики, девочки, конечно, есть, но это исключение больше всего правила, да, в основном это мальчики. Мальчика нужно, вот чем оно дзюдо хорошо, это научить мальчика преодолеть себя. Вот он выходит на ковер, это очень полезно для ребенка, он выходит, и он должен себя преодолеть, и он должен научить бороться. Страх преодолеть или что? Да, но он научиться бороться должен. А его учат вот этот, он ходит, вот его там, вот это учат. Ему какую-то японскую грамоту преподают. Ему японскую грамоту, потом она закончилась, они половина позаканчивались, так, Ты приезжаешь, я приезжаю иногда, прихожу на соревнования, смотрю, ну, дети по 10 лет занимаются, ничего не умеют. Ничего не умеют. И, конечно, вот, когда ты начинаешь об этом говорить, ну, нам нужно воспитывать тренеров, их надо образовывать обязательно, и для этого должна делать работать федерация, для того, чтобы поднять уровень тренеров, тогда ребята появятся. Вы не представляете, как родители хотят, чтобы дети занимались. У нас в клубе очень много, но это не моя работа, в основном это у меня спортивный директор Равис Чахсинич занимается, я редко бываю, тем более я сейчас всю операцию сделал. Дело в том, что насколько родители хотят, дзюдо это не такой бюджетный вид спорта, как теннис или там фигурное катание, где родители готовы много платить. У меня в клуб в Каугари, там, мы все время понижаем, понижаем, понижаем им эти самые оплаты. Потому что, ну, ну, такой дотационный район, у людей зарплаты нет, сегодня еще ковид этот, ну, не получают зарплаты, ну, думаешь, ладно, ходите так. Поэтому, понимаете, как и родители, они хватаются за это, по крайней мере, им нужно, чтобы ребенок чем-то занимался, чем-то. Это очень важный вопрос. И объединить хотя бы на этом у нас, ну, я извиняюсь, может быть, я скажу такую крамольную вещь. Ну, когда тренер сегодня, он, и для него снова получить с родителя деньги, да, а ничего другого нет. А в советской системе же была там, он получал зарплату от чего? От того, что у него вот столько-то есть второразрядников, перворазрядников, кандидатов в мастера спорта. И повышение этой самой, он получал больше и больше. Небольшие деньги, но больше и больше. А здесь нет. Вот он поехал на соревнования, получил опять с родителя деньги. Пришел на тренировку, получил. Ну, ничего не добиваемся. Понятно. У нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Ай, сорвался звонок. Звоните еще раз. Я вижу, что вы звоните. А вот, давайте попробуем еще раз. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Хотел бы спросить вас. Вас, как русского человека, не смущает, что господин Кельсинец националист и спонсировал партию из Латвии? Понятно. Ну, я, честно говоря, не знаю, что Гуннер спонсирует. Как-то мы политические темы с ним и спонсирование той или другой партии не обсуждаем. Вообще, знаете, как Гуннер же родился вообще этот самый в России, там, в Омске. И он был из репрессированных. И сколько вот у меня с ним были все встречи и отношения. Никогда не было такого, чтобы вот как-то это проявлялось национализм какой-то. Более того, когда я присутствую на совещании в компании Лидо, всегда Гуннер говорит, что давайте говорить на русском языке. Просит и все это выполняет. Хотя вот там есть люди, которые плохо говорят на русском языке. Но благо, что я, в общем-то, сдал какой-то небольшой уровень латышского. Я там позанимался. Я довольно много уже понимаю. Ну, просто публично говорить не могу. Ну, я могу со своей стороны сказать, что когда я брала интервью Гуннера Кирсеса, он, кстати, вот довольно так, ну, я бы так сказала, ревностно или с ревностью сказал о том, что в наше время слишком большой вес в стране приобрела вот эта эмиграция Тримда. То есть он об этом говорит так с неудовольствием, потому что все-таки считает, наверное, что местные люди, те, которые прожили эту жизнь в Латвии, они, ну, как бы имеют большее понимание того, как страна должна развиваться, как она должна жить, нежели вот наши, так сказать, бывшие эмигранты, которые, к сожалению, сейчас у нас имеют очень большой вес в структурах власти. И, может быть, не всегда это идёт на пользу стране в целом. Вот. Ну, это такое замечание, может быть, по поводу спонсирования и каких-то политических пристрастий Гуннера Кирсеса. Да, я на самом деле не знаю. Гуннер – это его личное дело, если он спонсирует, он, наверное, на основании чего-то это делает. Меня это никак не касается, и на уровне компании это тоже никак не анонсируется, мы никогда это не обсуждаем, и более того, я так думаю, что Гуннер абсолютно не такой, не вот, национально ориентированный. Он всегда говорит, да, я хочу, чтобы вот каждый латыш пришёл и покушал, он всегда это говорит. Но сказать, что вот он против русских, я помню… Только латышей кормят, так нельзя сказать? Да, нет, нет, нет. Более того, мы какое-то делали срезы, там вот аналитику проводили, ну, очень много русских, ну, русскоязычных ходят, там и туристов, и все говорят довольно так, большой такой лил палдес, да. Ну, видите как, у нас иногда эту тему сотрудничества, там, русских и латышей, и, там, на уровне стран обсуждают в таком несколько политизированном ключе, и если смотреть на ситуацию, там, допустим, ну, компании или до, да, то кто-то может сказать, что, ну, вот опять русские тут пришли, там, захапали компанию, латышский национальный бренд, там, и так далее, и так далее. Ну, я так понимаю, что вы стали акционером, собственно говоря, не потому, что вы сильно хотели, а, а, потому что Гуннер в свое время попросил помощи, и, б, потому что банк потребовал, ну, каким-то образом очистить баланс от кредиторских задолженностей и перевести часть долга в акционерный капитал. То есть, у вас, как бы, каких-то планов таких, ну, экспансии в общепите вообще-то нету? Не-не-не, это вообще, знаете, это вообще не мой бизнес, я, более того, я бы с удовольствием вышел из участия в ЛИДО, я, это самый первый, я Гуннеру предложил, Гуннер, слушай, выкупи меня, я просто не хочу. Этот, сегодня в некоторой степени как-то это педалируется в плане того, что вот, там, Шостаков хочет выкупить Гуннера, там, нет, никогда такой задачи не было. Была задача только в том, что я бы хотел из этого выйти, да, потому что общепит абсолютно не моя тема, я прихожу в ЛИДО, я не знаю, как это все двигается, как эти там люди ходят, я вообще в этом бизнесе не понимаю. Я понимаю стратегически, как финансирование проходит, я понимаю, как должна работать самая структура акционерного общества, я это понимаю. И здесь мы немножко с Гуннером так немножко ругаемся, ну, не ругаемся, наверное, ссоримся. Ну, имейте разный взгляд. Разный взгляд. Ну, принципы вот этого построения бестрок, как это все работает, я в этом, нет, я бы никогда не хотел этим заниматься. Это очень сложный бизнес, и это Гуннер всегда демонстрирует, этот сложный бизнес. Как он говорит, это вам не нефтью торговать. Ну, там тоже есть свои сложности, там политические и так далее, неизвестно, что сложнее, но это сложный бизнес. Я бы не хотел им заниматься, тем более начинать в 60 лет осваивать это самое общепит, ну, наверное, нет. Ну, может быть, это ковид как-то на вас повлияло, и вы хотели бы, может быть, именно сейчас, когда сфера общепита, ну, как бы, была затронута как раз больше, чем другие сферы, уйти из этого бизнеса? Во-первых, я Гуннеру об этом говорил всегда, во-вторых, уже более плотно мы начали говорить с прошлого года, что я хочу выйти. Ковид, к сожалению, он не облегчил ситуацию, а только как бы ее утяжелил, потому что, видите, как это все дополнительное, все эти откладывания налогов, там, это только усложнило ситуацию. Поэтому я думаю, что тут сейчас нужно, наоборот, как бы соединяться, соединяться, как-то, знаете, более, более, больше, больше работать для того, чтобы из этой ситуации выйти. Это нелегкая ситуация. Да, говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло, да, и вот, в частности, кризис – это ситуация, когда люди могут оценить, ну, плюсы и минусы каждого бизнеса и найти вот те новые ниши, новые направления, которые можно развивать. Я думаю, что Лидо, вот, как в предыдущем кризисе, да, Гуннер открыл, там, это Кирсона Майя, там, и так далее, то есть, начал полуфабрикаты больше выпускать, то есть, нашел, как бы, новые виды бизнеса, которые, ну, реально получили успех, да, на уровне страны. То есть… Ну, Кирсона Майя – это тоже я финансировал. А, понятно. Поэтому, поэтому сказать, что у нас сегодня, во-первых, видите, там еще ограничение стоит по банку, он сегодня тоже не дает там дальше расширяться, потому что мы не можем бесконечно увеличивать кредитную нагрузку на предприятие. Вот, смотрите, как, наверное, я думаю, что некоторые зрители, слушатели скажут, что там недовольны, там, ценовой политикой, которая в Лидо есть, как бы повышением цен, да. Я сам скажу, что у нас на каких-то советах, наверное, год или полтора назад обсуждался вопрос, и я был, смотрю, что у нас оборот начал падать, потому что мы… вернее, оборот не падает, начали увеличиваться зарплаты, мы не можем сохранить работников, мы начали поднимать зарплаты. У нас понятно, что сама маржа прибыли стала уменьшаться, и мы не можем покрыть те расходы, в первую очередь связанные с кредитами, с кредитами, с службами кредитов. Ну да, то есть банк бдит все время. Да, и мы смотрим, мы уже не можем этот самый там выживать. Тогда я на совете поднял вопрос, когда я еще был в седенном совете, давайте будем поднимать цену, цену. И Гуннер категорически сказал, нет, я должен быть в этом сегменте, может быть, недешевого, такого доступного питания для того, чтобы обеспечить жителям Латвии это питание. Я, говорит, не могу по-дорогому, мы не ресторан. И он тогда убедил, и мы согласились, да, и поэтому вот как бы девиз Лидо, ну в первую очередь в данной ситуации девиз Гуннера, да, потому что Лидо в большей степени он, что девиз Лидо именно качественное, именно хорошего питания и по доступной цене. А ну вот я, знаете, долго думал, что такое Лидо, вот как его обрисовать, знаете, кто-то говорит, Лидо это советская столовка плюс Кирсон, такая поговорка есть. Кто-то говорит, кто-то говорит, а это Гуннер, кстати, говорит, это вот где встречается этот же Запорожец и Мерседес. Ну, наверное, в какое-то время это было. Один приехал на Запорожец, другой на немерседесе и сидят за одним столом, да? Ну, было же время, когда и Ростропович приходил, там, и я сам с обеда, или мы там, когда в компании было много там великих этих, и Лужков был там все, поэтому Примаков, вот Примаков, я там у Гуннера познакомился, и эти самые, как бы, и были люди, когда приходили. Ну, все же, я думаю, что вот качественное, доступное питание, вот это основной девиз, это самое. Очень сложно, очень сложно сегодня, сегодня, ну, вот свежую продукцию, за свежую продукцию, за дешевую, очень сложно. И сегодня бороться надо с поставщиками, учитывая, ковид, конечно, выбил, он же дополнительно сегодня положил всю нагрузку, да, оборота-то не было, два месяца практически предприятие стояло. Ну, то есть, в принципе, вы видите, что потенциал у бренда есть, и он может развиваться, и если сегодня, там, говорится о том, что Лидо готово работать с инвесторами, привлекать какие-то инвестиции, то это, ну, может быть, какой-то взгляд в будущее и возможность вот развивать те сегменты уже не за счет, может быть, банковского капитала, а за счет капитала акционерного, которые предстоят в будущем. Ну, Лидо, я вам скажу, что она, конечно, это такая большая-большая машина, которая идет, она так сразу не остановится, она, конечно, будет идти. У нас есть с Гуннером разночтение каких-то, разнопонимание в каких-то моментах, ну, это как бы наша внутренняя кухня, да, но я в первую очередь, как бы, вот, с глобальными стратегическими планами плюс глобальными финансами, как бы, вот, думаю, а Гуннер же смотрит, он больше такого, вот, такого, каждого шага человек, он смотрит, как все это двигается. Поэтому у него здесь больше преимущества. Ну, вот, у нас там разногласия есть, но я думаю, что Лидо так-то не остановится. Если говорить о финансировании, ну, наверное, финансирование все равно потребуется какое-то, лучше было бы, чтобы это было финансирование акционеров, да, потому что это не легло бы дополнительно на кредитную, это такое не давило нагрузку. Ну, с банком, думаю, что в ближайшее время вряд ли получим финансирование. Ну, если озвучивается сегодня, что есть желание привлечь инвестиции, то, наверное, в этом ключе Лидо и может развиваться в будущем, потому что бренд сам по себе сильный, известный, и, наверное, один из самых известных в Латвии, и, конечно, многие люди хотели бы его развивать, но, может быть, это на этот раз не Владимир Шестаков. Ну, да, мои задачи уже, конечно, вообще пить и участвовать нет, я гонора озвучил, но мы все равно вынуждены работать вместе, да, я все равно буду гонора поддерживать, чем могу, да, как-то надо дальше двигаться, куда нам этого деваться. Про спорт у меня ничего не спрашивают, значит, про спорт все понятно. Лидо-клуб у нас 700 детей занимается, мы очень рады, что у нас дети, там у нас два зала собственных, потом остальные арендованные, везде. Сказать, что мы можем добиться олимпийских успехов, наверное, сегодня я не могу, почему скажу, что все же наша, наверное, сегодня ситуация, в первую очередь, связанная с организацией спортивного дела и финансами, лучший результат – это юноши-юниоры. Вот на этом результате мы можем показывать и быть чемпионами Европы. На взрослом там уже большие деньги требуются, большие деньги сегодня, к сожалению, тех денег, которые есть в клубе, к сожалению, видите, там в 2018 году законодательство изменилось, когда мы уж не сможем уже сегодня вот это датировать, эту льготу на налог на прибыль, где мы очень много, все мои предприятия практически работали на это, давали на это, сегодня этого нет. И поэтому, знаете, получать с родителей бесконечно не можем. Мы не теннис, мы не можем взять 100 евро с ребенка за месяц. Мы максимально берем. Более того, я с родителями встретился, сказать, ребята, мы постараемся не поднимать цену. Когда тут появился, правда, с февраля месяца вдруг ПВН. Ну, это вообще, конечно, тема ПВН на детские спортивные занятия – это просто какой-то кошмар. Я вот только сегодня узнала о том, что, оказывается, в феврале служба госдоходов распространила такие письма счастья спортивным клубам, предложив им стать плательщиками ПВНа. Это 21% плюс к расходам родителей на детский спорт. И я думаю, что мы обязательно к этой теме вернемся уже в другой программе. Это программа «Подоплека». Поговорим с людьми, которые занимаются детскими спортивными занятиями и попробуем понять логику государства, которое пытается состричь купоны даже с детских спортивных занятий. Сегодня мы говорили с олимпийским призером Сеула. С вице-чемпионом олимпийских игр, многократным чемпионом Советского Союза. Сам Байдзидо, кстати, чемпионом Европы, призер чемпионата мира. Чемпион игры Доброволи, кстати. И более того, я застал то время, когда в 1994 году олимпиаду, в 1984 году олимпиаду отменили. В 1988 я участвовал. В 1992 году я отбирался на Олимпиаду и выиграл чемпионат Союза независимых государств. Но страна развалилась, и уже политика не позволила участвовать в следующей Олимпиаде. Так что сейчас опять Олимпиаду перенесли на год. Неизвестно, везде политика. То есть, олимпийская карма преследует вас. У нас в гостях сегодня был Владимир Шестаков. Все его регалии он сам озвучил буквально две минуты назад. Мы говорили об олимпийском дзюдо, в котором Латвия имеет, кстати, большие перспективы и реальных хороших ребят, которые способны бороться на мировом уровне, на европейском и мировом уровне. И это подтверждено уже даже медалью бронзовой. Мы говорили о бизнесе в Латвии гражданина России Владимира Шестакова и о дзюдо и олимпиаде. Может, есть две секунды? Вот я хочу сказать, понимаете, у нас сейчас два парня. Женя Бородавка и Заруднев Алексей. Они готовятся, у них есть шанс попасть на Олимпиаду. Ну, представляете, ковид нас так закрыл, даже деньги не помогают. А мы не можем никуда поехать. Спарринг-партнеров здесь нет, выехать никуда не можем, потому что границы закрыты. Вот, кстати, через год Олимпиады, что делать, не знаю. Еще я хотел сказать своему другу, будущему чемпиону Олимпийских игр Маше Смирновой, большой привет. Спасибо всем. Да, сегодня в программе очевидец был Владимир Шестаков, звугорежиссер студии Родион Золотарев. Программу провела Людмила Прибыльская. Всего доброго. Спасибо.